Всем привет, мои хорошие! С вами Айгеймили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас с вами сегодня 10 йогуртов. Не знаю, смогу ли все съесть или нет. Я думала, что да. Когда я была в супермаркете, я хотела взять 15, но потом я решила остановиться на 10. Вдруг даже 10 не смогу съесть, а поставлю перед собой 15. По-моему, это азербайджанское производство. Взяла 10. Первый у нас клубничный. Я люблю йогурты. Очень люблю. Конечно, в умеренном количестве, но иногда, когда на улице просто жара, у тебя в холодильнике лежит холодный йогурт. Это просто кайф. Прийти с улицы и начать кушать этот йогурт. В детстве я очень любила растишку. Самый любимый мой йогурт это был растишка. Сейчас появилось столько конкурентов, так скажем. Я уже растишку в туалетках не ем. Не покупаю. Первый все. Первого уже нет. Сейчас есть йогурт и просто на любой вкус. Со всякими... О, какой желтый внутри. Прям кайф. Ладно, я облизывать не буду, хотя очень хочется это сделать. Я знаю, что моим зрителям многим не нравится, когда я облизываю крышечку. Смотрите, какой густой. Совсем жидкий не люблю. Я один раз пошла в Браво, в большой супермаркет у нас. И хотела взять все самые дорогие и выбрать среди них самое лучшее. Раньше ненавидела, когда йогурт внутри с частичками фруктов. А сейчас прям очень нравится. Второй. Так, давайте дальше отвечать на вопросы. Айка, как ты относишься к людям, которые дружат из-за пользы? Было ли у тебя такое? Таких вопросов много вообще под последним постом? Если вы хотите задать какой-то вопрос, то обязательно переходите в мой инстаграм. Там есть пост, под которым вы можете задать любой свой вопрос, на который я отвечу в следующем видео с удовольствием. Что касается пользы. Я вообще всегда стараюсь избегать эгоистичных людей. У нас в универе была девочка. Она была отличница. Не то, что прям отличница, просто хорошо училась, зубрила все конспекты. Например, нам задают параграф. Она его конспектировала в удобном виде. Получается, другие у нее брали этот конспект. И просто учили коротко. То есть, зачем читать три параграфа, если можно прочитать один лист, запомните все. И она реально это не замечала, что все вокруг ею пользуются. И я один раз сказала об этом, на что она мне сказала, что это мои друзья, это моя компания, ты че. Там были девочки гораздо богаче. Такие, знаете, мажорки. И она думала, что она тоже из их компании. Но она не понимала, что пройдет универ и все, все забудут друг друга. Просто в данный момент твоя помощь как бы нужна. У меня прям такое, что прям человек пользовался мною. Насколько мне известно, насколько я помню, такого не было. Просто потому, что с меня нечего было взять, так можно сказать. Я вроде не обладала никогда огромной аудиторией. У меня никогда не было супермного карманных денег. У меня не было машины, чтобы мною как-то пользовались. Да и всегда, если честно, меня окружают более-менее честные люди. За исключением нескольких случаев в моей жизни. Вкуснотища. Просто 4 штуки съела. И не то, что я не наелась, я прям жажду еще. Следующая у нас опять клубника. За кадром потом все это буду облизывать, естественно. Естественно. Это очень вкусно, ребята. Очень-очень вкусно. Я буквально 20 минут назад пришла домой. Жара. Вытаскиваешь из холодильника. И давай. Везде посты. Везде проверяют, вышел ли ты из дома. С разрешениями или без. Но это, с одной стороны, хорошо. Если это не было бы настолько строго, то бы все, уверяю вас, были бы на улице. Все бы гуляли, фотографировали. Жили полной жизнью. Айка, как ты относишься к разводам в интернете? Например, заказываешь в интернет-магазине какую-либо вещь, а тебе ничего не приходит. И сталкивалась ли ты с такими вещами? Я сама никогда не сталкивалась. Но я вам рассказывала историю, когда мой знакомый заказал один раз айфон по очень низкой стоимости. Первый раз этот айфон ему пришел. И он был удивлен. Взял деньги у всех своих знакомых. И вообще все свои деньги, сбережения. И решил заказать, не помню там, сколько айфонов. 8 или 9. И, в общем, его просто заблокировали. Интернет развивается. Появляются новые какие-то сайты, новые возможности. Вместе с этим увеличивается число мошенников. Моя одна подруга хотела взломать своего парня, посмотреть его переписки. А получается, просто ее кинули. Взяли у нее деньги. И заблокировали. Дело в том, что взяли немного. Взяли 3 или 4 тысячи рублей. Куда обращаться? Кому объяснять это все? Непонятно. Так что я вам, ребята, рекомендую. Если вы покупаете какую-то вещь, лучше покупайте у проверенных магазинов. Не всем интернет-магазинам можно доверять. Вы перевели деньги. Где гарантия того, что вам придут ваши вещи, которые вы заказали. Поэтому не ведитесь на такие прям скидки. А еще я что-то в интернете читала. Есть такая схема мошенников. Ты заказываешь вещь и платишь при получении. Но ты получаешь какую-то коробку, а внутри нее лежит вообще другой товар. А ты уже заплатил. И все. Пиши пропало. Мне просто иногда непонятно, а вот таких людей мучает совесть, интересно или нет. Или понятия совести у них вообще нет. Может быть, человек отдал последние деньги. Или долго копил на эту вещь. Как можно спокойно идти и тратить деньги, если ты знаешь, что они настолько грязным способом заработаны, просто украдены у другого человека. Поэтому, когда мне пишут, не знаю, поделись постом, что не знаю, на лечение какого-то ребенка нужны, например, определенная сумма денег, помогите. Я не знаю этого ребенка лично. Я не знакома с ее родителями, например. Откуда я знаю, что это не мошенники? Вот откуда фотографии можно взять из интернета. Сейчас, знаете, любую справку тебе дадут врачи. Тоже не проблема. Поэтому прежде чем что-то переводить, мне кажется, миллион раз нужно подумать. Потому что мы, например, когда делали ремонт у нас здесь в квартире, у нас здесь работала бригада, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, несколько человек было, точно не помню. И получается, что мы в этой квартире не жили. Чтобы сделать пол или вообще зачем, я не знаю, я особо не строитель. В общем, нужны были гвозди. И они купили гвозди в три раза больше, чем нужно на эту квартиру. Для этого пола, представляете, в три раза больше. Человек, который всю жизнь занимается этим делом, как вы думаете, он знает, сколько гвоздей нужно сюда. Можно ошибиться на 20%, на 30%, на 50%, в два раза. Но если в три раза больше гвоздей, он заставляет тебя покупать, а потом оказывается, что все остается просто. Это просто мошенническая схема. Он просто берет и перепродает эти гвозди. В нашем случае это просто не получилось, потому что папа не оставлял этих мастеров одних один на один в квартире. Хоть мы здесь не жили, у папы было куча свободного времени, и он приходил и все это контролировал. Когда уходили мастера, он тоже уходил. Потому что мало ли что, сделают еще что-то не так, потом переделывать и все дела. Папа решил сам это все дело контролировать. Поэтому лишний раз перепроверить не помешает. Ребята, я вам могу... Ой, да, один йогурт упал. Я вот так вот могу вам показывать, что они все пустые. Вот, вот. Следующий. Вот, вот. В общем, я доедаю до конца. Так что не обвиняйте меня в комментариях. Последний. Просто вкуснотища. Я съела все. Если честно, я думаю, что я бы могла съесть даже 15. Потому что у меня нету такого, что я прям заставляю себя есть. Я кушаю прям в кайф. В кайф. В общем, на этом все. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка будет внизу. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор это не сделали. Всем желаю удачного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.